Вова Вартанов. Нельзя сдавать укрепленные позиции, не построив сначала новые. Если сейчас происходит делимитация, которая приведет к общей демаркации, то в Тавужской области делимитация фактически состоялась, потому что там передовая не изменилась. Эту путанную идею в беседе с корреспондентом новости Армении Ньюс М. озвучил руководитель военно-политического общества Вома Вова Вартанов. По его оценке, это процесс демаркации, который прикаспийские тюрки унаследовали от советского Азербайджана. И да, это те села, которые входят в нейтральную зону. Часть из них мы освободили, и они находятся под нашим контролем. Это Баганис Айрум, который стал нейтральной зоной. Это исторический Неркин, Воскипар, это Херимли. Это Гезель Хаджи, рядом с Беркабером, освобожденный летом 1992 года. Это те нейтральные зоны, по которым можем договориться заявить, стрелять не будем, приходите и заселяйте села. Азербайджан стремится начать разграничение границы в Тавуша, по причине того, что с лета 1992 года никаких изменений там не произошло. Линия фронта в Тавушской области довольно стабильна. Им не нужно, чтобы мы имели стабильные пограничные участки, отметил он. По его словам, Азербайджан хочет получить хорошие стартовые возможности в случае войны, им нужно, чтобы они при необходимости закрыли дорогу, на примере того, как поступили так называемые экологи в Лачине. С весны 2021 года у Севлич и на других участках азербайджанцы взяли под контроль благоприятные территории на случай начала боевых действий, добавил Вартанов. Он не исключил, что власти не врут, говоря, что если Армения не сдаст села, то Азербайджан начнет войну. Но если мы уступим села, это не значит, что азербайджанцы остановятся. Алиев никогда не остановится, сказал Вартанов. При этом он сомневается, что Баку будет рад получить Тигранашин. Мы, как общественная организация, провели там инженерные работы по выстраиванию оборонительных линий. Тигранашин надежно запечатан. Если мы не отдаем Тигранашин, то эти позиции обладают очень надежным оборонительным потенциалом, они защищены от воздушных ударов. Даже после сдачи села, прилегающие территории находятся под защитой. Если таким же способом не укрепить позиции вокруг сел Тавуша, то азербайджанцы могут проникнуть вплоть до Ларийской области. Сдав в эскепар, ты сдаешь 25 позиций и должен построить 35-40 позиций. Нужно хотя бы сначала построить, а потом только сдавать. Если не можешь быстро выстроить фортификационные позиции, то обратись к нам. В Тигранашине ведь все уже построено, заметил Вартанов. Он считает, что сила армии не только в вооружении, но и в мощи государства, экономики и многого другого. Если провести грамотную работу, то жители сел Тавуша не уйдут, например, провести безопасную дорогу и установить надежную систему защиты. Наверное, эти работы нужно было проводить еще с ноября 2020 года. Гражданские акции могут ускорить проведение этих работ, заключил Вартанов. Продолжение следует...